Маркетинг-план со вчерашнего дня с 13 часов встроен в работу нашего сайта, то есть как говорится залит набой и с 13 часов вчерашнего дня идет распределение процентов уже в соответствии с этим маркетинг-планом. Если есть какое-то движение денежный стресс в ваших структурах, то соответственно со вчерашнего дня для тех, кто достиг этих квалификаций, где есть изменения, они коснулись не всех квалификаций нашего маркетинг-плана, там уже идут начисления других. Сразу хочу сказать, что изменения, наверное, в какой-то степени облегчили работу, облегчили достижение наивысшей квалификации по нашему маркетинг-плану. Но давайте по порядку, пробежим по первым четырем слайдам, которые у нас есть, на которых изменения фактически не коснулись. Самое важное, если вы приняли решение заниматься бизнесом по партнерской программе, то первое, что нужно сделать вам самому, это подписать партнерское соглашение и сразу же после этого у вас будут доступны реферальные ссылки, которые вы можете давать своим потенциальным партнерам, с которыми общаетесь живую в обычной жизни и все равно вам через интернет эти ссылки надо будет дать. Либо к аудитории, с которой вы общаетесь через интернет в социальных сетях, в электронной почте и благодаря мессенджерам, которых сейчас уже великое множество. Начиная с Аськи, которое было уже 300 лет назад, заканчивая современными типа Телеграммой и так далее. Итак, коллеги, если вы подписали партнерское соглашение, соответственно, у вас будет возможность зарабатывать деньги. Если вы, скажем так, к этому отнестись халатно, а в нашей компании есть возможность, что люди могут регистрироваться под вами, используя, скажем так, не реферальную ссылку, а электронную почту. Правда, наша программа предупреждает, что по вашей, скажем так, реферальной ссылке, то есть под вами зарегистрировался партнер. Если хотите зарабатывать деньги, подпишите партнерское соглашение. Но, тем не менее, не все заглядывают в почту. Культуры ежедневного просмотра своей электронной почты у нас, ну, у большинства все-таки пока нет. Соответственно, многие электронные письма люди там читают раз в месяц, раз в полтора месяца, все новости о нашей компании, которая у нас выходит в дайджесте как минимум раз в неделю, да. И, тем не менее, наиболее важно мы еще делаем отдельными рассылками и так далее. То есть партнер, человек, который подписал партнерское соглашение, и он перешел из уровня клиента до состояния клиента. Потому что любой человек абсолютно может просто зарегистрироваться. Более того, зайти в раздел инвестировать, выбрать себе пакет любой стоимости, рассрочку либо обычной пакеты, просто его купить и не заниматься никакой партнерской программой, не зарабатывать деньги, а просто-напросто быть инвестором и ожидать, что вот сейчас по тем огромному количеству адресных проектов, которые сейчас растут как грибы, там международные делегации приезжают и так далее, что начнут строиться дороги, дороги начнут приносить прибыль, и оттуда будем получать с вами положенные проценты на то количество долей компании, которыми вы владеете. То есть любой человек может быть просто клиентом либо инвестором, да, мы можем назвать это так, потому что отличие клиента от инвестора, клиент это тот, который просто зарегистрировался и вообще ничего не сделал, да. Может быть просто от балды шарился в интернете, зашел по чете реферальной ссылке, не зная для чего, скажем так, ввел свои данные и у него есть личный кабинет. То есть это человека мы расцениваем как клиента, вот, как того, который может разобраться в информации и сделать какое-то движение, да, в направлении там приобретения пакета долей компании либо построения собственного бизнеса, вот, либо и то и другое. Вот, итак, коллеги, партнер, человек подписавший соглашение. Что ему это дает? Сразу хочу сделать акцент, да, на данном, на данном моменте, потому что любой человек, который зарегистрировался, подписал партнерское соглашение, он имеет право получать денежные начисления вот в этом формате, который вы сейчас видите. У него есть четыре уровня глубины. То есть первый уровень – это люди, которые зарегистрировались по его реферальной ссылке, соответственно, второй по ссылке первых, ну и так далее. То есть до четырех уровней глубины партнер имеет возможность получать те проценты, которые вы видите на слайде. 15% с первого поколения, 4% со второго, 2% с третьего, 1% с четвертого. Причем, важный акцент, начисления на ваш бонусный счет могут идти от того товарооборота, который создается в вашей структуре. И вы сами при этом еще не купили ни одного себе пакета, даже за 15 долларов. Вы просто партнер, вам идут начисления от создаваемого товарооборота на бонусный счет. Зачастую это происходит, конечно, редко, потому что, как правило, люди редко делают больше, чем делаете вы. Но это один из законов, либо одно из правил работы MLM бизнеса, партнерских программ. То есть вы можете ходить с круглыми глазами и всем доказывать, как мы говорим, брызгать слюной, что это такая замечательная компания, что здесь такой маркетинг план и так далее. Когда вас люди спрашивают, а ты сам купил себе пакет, вы начинаете краснеть, пыхтеть и говорит, ну ты знаешь, я вот уже готов вот-вот купить, он говорит, ну ладно, я тоже зарегистрируюсь, почитаю информацию, купишь и я куплю. Ну это нормально. Это нормально в любой среде, в любом деле, в любом бизнесе и так далее. Это нормально, если вы пришли, скажем так, научиться играть на гитаре к человеку. Он говорит, все, я набираю себе людей, давай плати за уроки, но я правда сам пока играть не умею, я потом научусь, а деньги мне давать сейчас. Либо учитель, преподаватель плавания, который никогда в воду не входил, но говорит, что в этом бассейне хорошая вода, от нее не очень пахнет хлоркой, смотри, какая она чистая и она удерживает тело любого человека, даже не умеющего плавать, просто прыгни в эту воду и плыви. Вот таким вот образом. Но, тем не менее, опять же, почему компания оставила данную, я не знаю, не хочу сказать лазейку, но тем не менее, момент. Потому что, действительно, есть все-таки большое количество людей, проживающих в мире, которые загораются данной идеей и вот именно на этот момент у них, скажем так, как говорится, денег нет вообще, но у них есть опыт работы в таких структурах и они могут, скажем так, быстро наработать структуры и так далее. Кто-то в долги попал, разные причины могут быть, то есть есть возможность получения начисления на бонусный счет, но сразу здесь сделаю оценку. Но до того момента, пока вы не купите с бонусного хотя бы счета, хотя бы минимального пакета за 15 долларов, вы деньги не выведете. Вы можете получать начисление на бонусный счет, но вывести вы деньги не сможете. У нас, кстати, условие вывода денежных средств 30 долларов на бонусном счете накопленных. Вы можете начать, не инвестировав в наш проект, создание своей партнерской структуры. У вас будет проплата, у вас там может быть 100 долларов, на бонус 200 долларов, но пока вы не купите себе какой-либо из пакетов, хотя бы за 15, как я сказал, деньги вы не выведете. Но я считаю это справедливо. То есть вам дали возможность начать зарабатывать деньги, купив хотя бы маленький пакет, пользуйся ими, хоть до потери пульса. Дальше строй, скажем так, структуру, все равно дальше придется, чтобы расти в квалификации, надо будет доплачивать определенные денежные средства. И сейчас мы это с вами увидим. Консультант. То есть первая, скажем так, квалификация, на которую выдвигаются какие-то требования. Вообще она у нас вторая ступенька карьеры. То есть для того, чтобы стать консультантом, самому нужно купить долей нашей компании на 100 долларов. И минимум два человека в вашем первом поколении должны сделать то же самое. Суммарный товарооборот вашей личной покупки и людей, которые пришли следом за вами, должен быть не менее 300 долларов. Но в идеале на первой квалификации это выполняется сразу. Вы 100, два по 100 равно 300. Соответственно вы сразу становитесь консультантом. Что это вам дает? Вам дает увеличение вознаграждения на втором, третьем, четвертом уровне и добавляется пятый уровень. Везде добавляется 1%. То есть получает с первого поколения по-прежнему 15% от любого товарооборота, который происходит в первом поколении. Со второго уже 5, они 4, с третьего 3, они 2. С четвертого 2, они 1 и соответственно еще пятый уровень глубины. Это консультант. Условия, вы знаете, если сравнивать с огромным количеством партнерских программ в других сетевых компаниях либо в MLM бизнесе, но очень щадящие. Потому что даже на вторую ступеньку во многих компаниях, чтобы перейти, нужно сделать гораздо больший объем работы, гораздо большее количество денежных средств привлечь. Еще где-то нужно заниматься, не то что где-то, а во многих заниматься еще прямыми продажами, розницей и так далее. Здесь всего этого нет. Вы сами для себя выбрали пакет, например, у нас вы знаете, есть пакеты за 60-30 долларов и за 15. Купили 3 пакета. Кстати, одной покупкой можно купить. А все ли знают, что когда вы выбираете пакет с большим номиналом и меньшим номиналом в одной покупке, то у вас дисконт считается по пакету большим? Есть те, кто этого не знал? Поставьте просто минус. Если есть вопрос по этому, я потом разъясню. Ага, Оксана не знала. Хорошо, Оксана, я на этом акцентирую внимание потом. Итак, коллеги, консультант, все поняли, да? Дальше. Лидер, третья квалификация, третья ступенька карьеры. Здесь сделать надо немножко больше. Даже можно сказать значительно больше. Почему? Потому что здесь уже нет полного соответствия цифры, точнее, товарооборота первого поколения, ваших личных закупок и тех, кто у вас подписан в первом поколении и этой цифры. Потому что нужно, чтобы стать лидером, самому на 200 долларов купить. То есть у нас есть пакет за 200 долларов. То есть если вы пришли, вы говорите, да, я хочу быть инвестором и хочу хотя бы более-менее приличное количество долей компании иметь, там больше 10 тысяч или больше 5 тысяч. Покупайте за 200 долларов себе пакет, вы себе практически выполнили первое условие, третью ступеньку квалификации по нашему маркетному плану. Когда в вашем первом поколении появляется минимум три человека, которые постояют вас, а это могут быть еще четвертый, пятый, шестой, седьмой человек, кто-то купил на 50 долларов, кто-то на 500. Важно, что суммарная цифра тех денег, которые люди инвестировали в наш проект в первом поколении и в ваши личные закупки, должна быть больше 2 тысяч долларов. Когда это все происходит, вы становитесь лидером. И здесь у вас, скажем так, раскладка уже другая, намного более интересно. Если мы даже с вами сравним первую и третью ступеньку, то первое поколение остается тем же, а во втором поколении почти в два раза меняется цифра, процент с товарооборота. Потому что на первой квалификации на партнере у вас там 4%, а здесь уже 7%. Третий уровень 5%, а на первой квалификации там 2%, здесь уже в два с половиной раза больше. Четвертый уровень вместо одного 3%, пятый уровень вместо того, что его нет у партнера и один процент у консультанта, у вас два процента с пятого и появляется шестой уровень глубины. Как правило, для начального построения структуры, для людей, которые, скажем так, являются новичками в МЛМ-бизнесе и у них, скажем, не растет немеренное количество людей, приходящих в стаи до 20 уровня, нормальное поступательное развитие, скажем так, бизнес-структуры, вы приглашаете кого-то, учитесь сами у своего наставника, помогаете научиться делать простые шаги тех, кто приходит следом за вами, потом берете второго человека, третьего человека, помогаете им развиваться. То есть, если будете двигаться таким темпом, не бежать куда-то, не прыжками пытаться куда-то заскочить, ну и не лежать, скажем так, на диване, у вас структура будет поступательно развиваться, и вы плавно можете так перемещаться по маркетингу плана, по росту квалификаций. Так вот, что еще важно? На квалификации лидер у нас появляется то вознаграждение, которое уже давно с восьмого этапа недоступно на квалификациях партнер и консультант. То есть, став лидером, вам компания начинает начислять заработанных денег на бонусном счете. Вот заработали вы 100 долларов на бонусный счет в соответствии с теми процентами, которые вы видите, 15 долларов вам компания положит на акционный счет. Акционный счет это до сих пор можно назвать подарком от компании, то есть подарок, который вы в дальнейшем сможете использовать только на приобретение долей компании. Вы можете накопить на акционном счете какую-то более крупную сумму и выбрать пакет за 200, за 300 с лишним долларов, за 500 с лишним долларов, за 1000 долларов, если активно строите структуру. То есть фактически за 1000 долларов у нас сегодня предлагается 115 тысяч долей компании, вы можете приобрести, при этом вы ни копейки не тратите живых денег, потому что вам компания подарила их в виде вот этих 15 процентов от суммы заработанных на бонусном счете. Вот почему есть смысл становиться лидером, доходить до третьей квалификации, потому что вы еще начинаете получать дополнительный подарок, который в дальнейшем просто-напросто в ваш карман будет класть деньги. Как любит говорить Роберт Киасаки, хорошая инвестиция – это та, которая в мой карман приносит деньги, плохая – та, которая и забирает. Четвертая квалификация – мастер. Чтобы стать мастером, нужно проделать работу, связанную с воспитанием лидеров в своей структуре. То есть три лидера, три человека в квалификации – лидер в первом поколении. Ваша личная инвестиция – не менее тысячи долларов в США. И суммарный товарооборот людей, проинвестировавших в наш проект свои собственные денежные средства в вашем первом поколении и в ваши личные деньги, должна быть не менее 5 тысяч долларов. То есть вы заплатили тысячу, соответственно в первом поколении у вас должно быть не менее 4 тысяч. Но у нас есть большое количество людей, которые купили на 2 тысячи долларов пакета, на 5 тысяч долларов пакета. Фактически, купив пакет для себя на 5 тысяч долларов, им нужно проделать объем работы, который будет соответствовать вот такому товарообороту у одного из трех людей в вашей структуре. То есть три лидера в вашей структуре. Вы помните, у лидеров, да? Лидер – это 200. Три человека по 200. И суммарный товарооборот в его структуре не меньше 2 тысяч. Вот здесь, если у вас будет в идеале три лидера, соответственно, ваш суммарный товарооборот уже будет более 6 тысяч. Вы понимаете, да? То есть 5 тысяч – это как бы цифра, которую выставила наша компания. Выполнение условий, что у вас в первом поколении есть три лидера, уже дает вам суммарный товарооборот в первом поколении более 6 тысяч долларов. Итак, коллеги, в этом случае у вас идет следующее увеличение. В отличие от лидера, у вас добавляется один процент на четвертом поколении с товарооборота, скажем так, партнеров четвертого поколения. И еще один процент добавляется на пятом поколении. То есть если у лидера это были здесь 3 и 2, то у мастера здесь становится 4 и 3 процента. Имея большую структуру, вы знаете, как кажется, один процент, много это или немного, но это большие деньги, здесь создается большой товарооборот. Вот таким вот образом. И важный момент, то что мастеры уже начинают начислять на акционный счет от заработанных денег на бонусный, не 15, а 30 процентов. Соответственно, заслужили, построили, помогли нам реализовать технологию, привлечь денежные средства, выросли сами, помогли какому-то количеству людей заработать деньги. Я делал акцент еще на этом. Вы не просто, скажем так, сухо и тупо, как мне теперь любят говорить, зарабатываете деньги себе в карман, а дальше типа трава не расти. Суть вообще работы по партнерским программам это помочь тем людям, которые следуют за вами добиться успеха, приблизиться к тем целям, которые у них есть. То есть реализовать какие-то пусть поначалу небольшие мечты, а потом добиваться успеха, реализовывать что-то более крупное. При всем при том, скажем так, не делай упор только на деньгах. Потому что есть еще очень важный момент. Получать удовольствие, видеть, как радуются другие люди и радоваться этому. Кстати, очень здорово получается этот бизнес у тех людей, которые умеют радоваться успехам других людей. Не только, знаете, завидовать, что кто-то заработал, мы скажем так. Благодаря твоей помощи люди стали успешными. Далее, следующая квалификация, которые уже коснулись изменения в связи с новым маркетинговым планом, она называется эксперт. Чтобы стать экспертом, нужно проделать те же самые действия в плане, скажем так, механики. То есть если вы стали мастером, вам нужно было воспитать трех лидеров в первом поколении. Так вот, чтобы стать экспертом, вам нужно воспитать трех мастеров в первом поколении. Причем здесь немножко условия смягчаются. Если, скажем так, на консультанте, на лидере и на мастере четко говорилось, что вот люди, которых вы воспитали, до своей квалификации довели, должны быть четко только в первом поколении, то здесь два мастера обязательно в первом поколении, а третий мастер может быть в любой глубине вашей структуры. Важно, чтобы он не входил в ветки тех первых двух мастеров. То есть если будет, например, два мастера в первом поколении, третий мастер будет в структуре кого-то из первых двух мастеров, во втором, третьем, пятом, то есть мастер под мастером, вам эта квалификация засчитываться не будет. Что нужно сделать, чтобы стать экспертом? Ваш личный товарооборот в пять тысяч долларов в компанию и огромное количество людей, которые выполнили условия, причем не строят даже партнерскую структуру, есть просто инвесторы, которые сделали больший вклад, купили большее количество долей компании. Три мастера в первом поколении и товарооборот первого поколения и ваших личных инвестиций должен быть не менее 10 тысяч долларов. Вот три условия, которые вам позволят сделать следующее. С первого поколения у вас начинает начисляться уже 16 процентов. Было 15, стало 16. С седьмого по девятый уровень у вас также 0,5 процентов, как и у мастера. Я, кстати, не сакцентировал внимание на том, что у мастера добавляется еще глубина. С седьмого по девятый уровень у вас еще добавляется по 0,5 процентов с товарооборота вашей структуры. Но изменение маркетинг плана у нас произошло здесь. У эксперта, начиная с десятого по двадцатый уровень, то есть 11 уровней глубины, добавлялось раньше 0,2 процента. Со вчерашнего дня добавляется 0,3 процента. Вот таким вот образом. Добавляется 0,3 процента, точнее по 0,1 процента на каждом уровне добавляется экспертам. Соответственно, это больше товарооборот, точнее большее количество денег, переходящее с этих уровней. Это изменения, которые коснулись квалификации экспертов. Далее. Квалификация топ-эксперт. Здесь изменений два. Раньше у нас было так, что отличие топ-эксперта от эксперта у нас составляли процент выплат из первого поколения, потому что у топ-эксперта это становится 17 процентов, в отличие от эксперта где 16. И у топ-эксперта добавлялась глубина с 21 по 24 уровень 0,1 процента. Сейчас, точно так же, как у эксперта, увеличено вознаграждение с 10 по 20 уровень. Оно теперь составляет не 0,2, а 0,3 процента. То есть, как я говорю, это существенно, потому что, как правило, у топ-экспертов большое количество людей, у них большой товарооборот в глубине, соответственно, это значительно увеличивает их доход. И очень важный момент, на который следует обратить внимание. Первое. Смягчены условия достижения квалификации топ-экспертов. И они такие же теперь, как на эксперты. То есть, раньше на топ-эксперте было обязательно иметь трех экспертов в первом поколении. Только тогда вы становитесь топ-экспертом. Сейчас, как и на предыдущей квалификации, чтобы стать экспертом, первое, инвестициях собственных должно быть не менее 10 тысяч. В первом поколении достаточно двух экспертов иметь. Но в структуре должен быть третий эксперт, которого не должно быть в структурах первых двух экспертов, которые у вас есть в первом поколении. И он может быть на любой глубине от вас. Вознаграждение, кстати, у нас уплачивают до 24 уровня. Соответственно, этот третий топ-эксперт может находиться на 23-24 уровне. Вам это будет засчитываться в квалификации. В идеале, конечно, это уже необязательное условие, когда три эксперта у вас в первом поколении. Это лучший вариант. Вот таким вот образом. И очень важный момент, на который обращаю ваше внимание. Топ-эксперт у нас начинает получать со вчерашнего дня дополнительный бонус, который высчитывается по итогам работы компании за месяц. Он называется топ-бонус. Я сейчас объясню, что это такое. У нас, скажем так, с первого по конечное число любого календарного месяца создается приток инвестиций в компанию. Образуется какая-то сумма. Так вот, для оплаты людей в квалификации топ-эксперт, и людей, которые успешно развивают региональные структуры, то есть у них есть цифра товарооборота, которую необходимо выполнять. Вот если они сделали, например, в регионе Латвии, превышая эту цифру, достигли, либо больше, то эти люди тоже принимают участие в распределении данного бонуса. А бонус этот простой. Один процент от суммы прихода инвестиций по итогам календарного месяца. То есть, например, компания сделала товарооборот 2 миллиона долларов. Товарооборот может быть не совсем корректно, но тем не менее мы используем это выражение. То есть пришло инвестиции на 2 миллиона долларов. Соответственно, фонд оплаты людей, достигших квалификации топ-эксперт и региональных лидеров выполнивших условия, будет равен 20 тысячам. Считается все просто. Соответственно, равными частями данный бонус распределяется между топ-экспертами, сколько их будет, и лидерами, которые выполнили условия регионального лидера успешного развития. Ну, например, 20 тысяч, 5 топ-экспертов и 5 успешных лидеров. Соответственно, каждый из них получит по 2 тысячи долларов дополнительно. Я ясно объяснил этот момент. Если есть вопросы, пишите прямо сейчас. То есть 1% от прихода инвестиций компании можно назвать это фондом, из которого оплачивается каждый отдельно взятому топ-эксперту и успешному региональному лидеру сумма, разбивающаяся между ними. То есть будет 5 топ-экспертов и региональных лидеров, а товарооборот будет, например, даже больше. Соответственно, эта сумма разделится на 5 человек. Но есть еще одна оговорка. Если топ-эксперт на сегодняшний день является еще и региональным лидером, то есть он выполняет условия и там, и здесь, бонус платится единожды. То есть получается, либо за топ-эксперта ты получаешь, либо за регионального лидера. Ну, в принципе, это справедливо. Хотелось бы, конечно, за одно и то же получать дважды барсиков. Выполнил какое-то действие. Забил шайбу, а те две засчитали. Но такого не бывает. Итак, коллеги. Это вот те изменения, которые сейчас внесены в маркетинг-план. И с вчерашнего числа, с 13.00 они действуют. То есть табличка привычная тех, кто из вас был на наших вебинарах, она видоизменилась вот здесь. У нас, начиная с 10-го по 20-е поколение включительно, эксперт и топ-эксперт зарабатывают не 0,2 теперь процента, а 0,3 процента от того товарооборота, который создает их структура. Вот, я выделю красным. Вот это поменялось. И для квалификации топ-эксперт у нас появилось вот такое окошечко под процентами, где написано, что этот человек имеет право на получение данного бонуса. Что хотелось бы отметить. То есть мы с вами говорили, у нас еще есть бонус для тех, кто развивает активно первое поколение. Все ли из вас знают это или нет, но я кратко о нем скажу. То есть вы видели проценты, которые у нас начисляются людям квалификации от партнера до топ-эксперта. То есть в первом поколении 4 квалификации, это 15 процентов. Квалификации эксперт приносит 16 процентов. И квалификации топ-эксперт приносит с товарооборота в первом поколении 17 процентов. Так вот еще один бонус, который стал частью маркетинг-плана. Сначала планировали ввести ровно год назад. Это все произошло. Думали, что будет действовать какое-то время. Но теперь он действует все время. То есть это часть маркетинг-плана. Опять же календарный месяц. У вас происходят проплаты в первом поколении. Это могут быть люди, которые выплачивают рассрочку. Они взяли, например, и таких людей у вас может быть много. Либо там не очень много, но не факт. Важно, что в течение календарного месяца человек сделал первый платеж. В программе считает. Второй кто-то сделал платеж. Может даже тот же человек, но в течение того же месяца. Третий платеж, четвертый. За четыре платежа первые вам начисляется 15%. Если вы в квалификации до мастера включительно. Как только происходит пятый платеж, за него уже начисляется на 1% больше. Если вы до мастера включительно, за пятый платеж 16%. Если вы эксперт, то 17%. Если вы топ эксперт, то 18%. Далее. Далее. Шестой, седьмой, восьмой, девятый месяц не закончился. У вас покупки в первом поколении идут. Как только покупается десятый пакет или десятая транзакция в первом поколении, то вам начисляют. Кстати, я не сказал. За пятый платеж на 1% больше, а за предыдущие четыре начисляется 1%. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. По 16, либо 17, либо 18, в зависимости от квалификации. Как только покупается десятый, за него сразу же начисляется на 1% больше, чем за предыдущие 9. То есть это либо 17, либо 18, либо 19. А за предыдущие 9 начисляется еще один процент. То есть суммарного цифра есть у вас, товар оборотов. Получается картина такая, что за все 10 пакетов вам выплатили по 17%. То же самое дальше. 11, 15, 17, 19 у вас уже выплачивается либо 17, либо 18, либо 19% за покупку пакетов первого поколения. Но как только покупается 20, за него сразу же платится 20%. За предыдущие 18% за предыдущие 19 на 1% больше. Точнее 1% за все предыдущие 19 купленных пакетов. То есть опять же складывается картина, что за 20 пакетов, за каждый пакетом заплатили 18%. И каждый последующий купленный пакет с 21, там и более, выплачивается максимальное вознаграждение в первом поколении 18%. Либо если вы эксперт 19%, либо если вы тот эксперт 20%. Это так называемый бонус за активное развитие первого поколения. Сразу сделаю акцент, есть несколько условий. Считаются пакеты, купленные в течение одного календарного месяца. Кстати, один человек в вашем первом поколении может в течение этого месяца купить несколько пакетов, они все будут вам учтены. Рассрочки, которые люди выплачивают в вашем первом поколении, они все идут сюда, в учет. Соответственно, это тоже очень выгодно, если у вас есть большое количество людей, покупающих рассрочки и оплачивающих их каждый месяц. Пакеты учитываются купленные как теми людьми, которые были когда-то подписаны и вдруг решили что-то купить, так и теми, которые только пришли. И вознаграждение на бонусный на акционный счет также выплачивается в соответствии с этими квалификациями, о которых мы говорили. На топ-эксперте, кстати, у нас на акционный счет подарочный компания выплачивает 50% от той суммы, которую он начисляет на бонусный. А на эксперте 40%, на мастере мы с вами говорили 30% и 15% на лидер. Вот таким вот образом. То есть вот такой бонус у нас еще есть в первом поколении за активное развитие. Я не буду долго останавливаться на примере вот на этом. Мы раньше его подробно разбирали, как только вели этот маркетинг план. Если 22 человека в первом поколении у вас приобретут в течение календарного месяца пакеты стоимостью 50 долларов. Вот мы взяли просто величину. И это здесь пример для квалификации до мастера включительно. Не считаем топ-экспертов и экспертов. То с товарооборота 1100 долларов вы заработаете 198. Вот это только по первому поколению по использованию, скажем так, дополнительного бонуса. 3% вам на 3% будет больше, если у вас вот такое количество людей. Итак, коллеги, преимущество маркетинга. Накопительность самого первого момента регистрации и ваших действий. Квалификация ваша растет в привязке к первому уровню. И вашим личным квалификациям это условия роста. Вывод, я уже сказал, возможен тогда, когда вы накопите 30 долларов на вашем бонусном счете. И можете оформлять заявку при условии, что вы уже что-то купили. Вас никто не может обогнать и вы не можете потерять часть своей структуры в данном бизнесе. Так это часто происходит в других компаниях. То есть, если у вас 95% компаний по квалификации кто-то догнал в вашей структуре, то вы значительно меньше начинаете получать, либо вообще прекращаете получать оттуда вознаграждение. И можете структуру потерять, потому что есть во многих маркетинговых условиях, он тебя догнал, вы равны и все. Часто бывает у вас спонсор выше вас квалификации, этого человека даже забирает и передает вашему наставнику. Справедливо ли это? Наверное, нет. А у нас не важно, есть жесткая привязка к уровням, и ваше вознаграждение от товарооборота в этих уровнях вы все равно получите. И не важно, что у вас в седьмом поколении вы являетесь лидером, и у вас глубина до шестого поколения, а в седьмом, точнее в шестом, есть топ-эксперт. Вы получите свой один процент с товарооборота, который он создает лично, невзирая на то, что он вас обогнал в квалификации. Это очень важно. Никто не заставляет вас свою квалификацию, кстати, по которой вы по карьерной лестнице поднялись, подтверждать. Стали вы консультантом – это вам навсегда. Стали потом лидером – все, вы никогда не станете консультантом. С вас никто не будет требовать какого-то жесткого ежемесячного товарооборота и каких-то обязательных закупок, как это присутствует в огромном количестве маркетинговых планов. Этого нет. Никто не ограничивает вас по количеству тех людей, которых вы можете пригласить за собой. Есть элемент разумности. Если вы даже сами активный лидер и за вами будет больше в первые несколько дней пяти активных лидеров, вы не будете успевать вместе с ними работать. У вас не хватит рук и времени на то, чтобы помочь им всем. Потому что что такое работа по маркетинг плану, по созданию партнерской структуры? Вы проводите встречи, вы проводите презентации, к вам приводят своих знакомых, вы начинаете давать информацию и так далее. Вы приглашаете людей на презентации, после презентации отвечаете на вопросы, приглашаете их на вебинары и так далее. Если у вас таких людей сразу будет активно больше пяти человек, у вас не будет хватать и 48 часов в сутки, чтобы закрывать потребности этих людей. Мало того, у вас еще есть семья, у вас еще есть те, кого вы любите, кто любит вас. И чтобы они вас не потеряли, можно соизмерять свое время создания бизнеса по партнерской программе, ну и время общения со своими внуками, теми, кого вы любите, родными, близкими, друзьями и так далее. Еще по ним все прочее, у вас могут быть интересы, хобби. Вы можете любить спорт, вы можете любить театр, вы можете любить рыбалку и так далее. Не забрасывайте это, планируйте свой бизнес и так далее. Но есть очень важный момент, на который я сейчас хотел бы обратить внимание. Смотрите, есть как бы два пути развития. Есть нормальный поступательный, когда люди растут, когда люди разбираются в том, что они делают, их квалификация постепенно растет, при этом они не выпрыгивают из трусов, как я говорю, не собирают все деньги, которые у них есть дома, скажем так, не загоняют в голод своих родных и близких, а просто проинвестировали ту сумму, которую смогли, и начинают нормально со своим наставником строить бизнес. Бывают ситуации, когда, например, человек дошел до квалификации консультант. Он подписал одного человека на 100, второго на 100, третьего человека на 100 подписал. Он даже вроде выполнил условия. Сам купил на 200 и он хочет стать лидером. И вдруг ему кто-то говорит, ты знаешь, у тебя у консультанта пятый уровень, у тебя в шестой глубине сейчас у кого-то по слухам должен прийти супер-пупер человек, который должен много заплатить. Давай-ка быстро мы тебе закроем лидера. Он говорит, а как? Самый нормальный способ закрывать лидера – это продолжать работать с информацией, регистрировать новых людей, которые могут купить на 200, суммарный товар оборот растет и так далее. Но некоторые люди почему-то считают, что они станут лидером, но у них, скажем так, солнце будет светить по-другому, ярче. И они думают, так, мне там до квалификации лидера остается 1000 долларов накопительного товарооборота в первом поколении. Что же мне сделать? А некоторые спонсоры, я их называю нерадивые, которые ищут только свою выгоду, они говорят, да конечно, давай, купи еще на 1000 долларов. У тебя вот в первом поколении два есть, давай мы твоего родственника какого-нибудь подпишем. на 1000 долларов. Там тебе деньги вернутся. И ты с шестого поколения, который должен прийти, выберешь свое вознаграждение и будешь доволен. Но умейте считать деньги. Да, вы зарегистрируете родственники, которые, скажем так, вероятнее всего ничего делать не будут в вашем бизнесе. Ну, как показывает практика. Если вы кому-то купили место в своей структуре, причем зачастую это происходит так, что человеку даже не говорят, поверьте мне, в большинстве случаев вас это не сильно обрадует. Вы вернете свои, там, я не знаю, тысячу долларов положили, 150 долларов с первого поколения возврата, но вот с шестого уровня вы получите один процент. Даже если человек там заплатит тысячу долларов, пять тысяч долларов, десять тысяч долларов, во-первых, эта сумма не окупит ваши расходы. Вы занимаетесь бизнесом, да, умеете считать деньги. Вы занимаетесь бизнесом с людьми, уважаете людей, не перенапрягаете их, не заставляете их тратить большие деньги только ради того, чтобы вам процент с первого поколения был 15, там, 16, 18. А потом махнули на них рукой и думают, ну чего, ну давай, вот видишь, родственники подписали, тысячу долларов там, ты молодец, заплатил. Ну, я же хотел тебе помочь. Если вы хотите помочь, самый лучший способ построения этого бизнеса, это нормальный рост структуры. Это не перепрыгивание, это не покупка себе квалификаций. Поверьте мне, вот эти погоны, да, вот, я просто, ну, у меня недлительная история, то есть я не считаю себя каким-то опытным Сетевиковым, который там стал миллионером и так далее, не стал. Поработал долго, видел многое. В большинстве случаев, когда люди себе квалификацию, мы там называли, покупают, да, своими деньгами, либо берут, скажем так, кучу родных и близких, получается просто левая структура, которая не собиралась работать, да, но они получили погоны, эти погоны через какое-то время радости не приносят. Потому что, по сути дела, если мы просто к армии перейдем, да, ну, стали вы там капитаном, да, и у вас, скажем так, ну, может, я грубо скажу, мертвый солдат, ну, который не ходит, ничего не делают, да, и вы там сами за них пашете, роете окопы, стреляете, там, технику изучаете и так далее, и так далее. Вы когда-то встанете. То же самое происходит здесь, вот таким вот образом, да. То есть, если вы, скажем так, нагоните себе в первое поколение кучу родственников, которые захотели осчастливить, а еще при этом не сказали им, высока вероятность, что вы будете порхать за них. Да, и в MLM-бизнесе очень часто происходят картины, когда, скажем так, людей, вы им хотели добра, вы их пригласили, вы их расставили, и теперь, ну что, родные и близкие, давайте я вам помогу денег заработать. А вы их спросили, хотят они этого или нет, да, и зачастую эта структура, она бывает большой, просто раздавливает человека, потому что, а если он еще своими деньгами за них заплатил, вообще праздник получается, вы понимаете, да, то есть вы проинвестировали, скажем так, себя и их, и в итоге потратили эти деньги, потому что большинство из них работать не будет. Есть исключения, не хочу всех под одну грядом поврести, есть исключения. Есть люди, которым, скажем так, сказали, слушай, у меня вот есть бизнес, я вот добился каких-то результатов. Ты готов что-то делать? Ну тут, наверное, какие-то обязательства надо, скажем так, друг перед другом выставить, какую-то бумагу можешь даже написать, что да, я обязуюсь там делать какие-то шаги. Потому что человек не сделал никаких усилий, ничего не потерял, да, Вы знаете, много разных есть сказок, там разных саг и прочих там историй, притч, да, касаемо того, что когда человек ничего не потратил, ему это неценно. Это точно так же работает и в этом бизнесе, понимаете. То есть если вы для кого-то решили сделать здесь благо, лучше всего, если это благо, скажем так, будет таким образом, человек напряжется, сделает шаг, разобрался в информации, вы ему дали достоверную информацию, вы ему там не рисовали какие-то золотые копии царя Соломона, да, то, что он через месяц станет как-то так богаче премьер-министра Российской Федерации, вот. А просто рассказали, что здесь надо трудиться, здесь надо делать простые шаги, да. Но их может делать любой человек, а я тебе помогу. И при этом вы не используйте это просто в своих интересах. Я вот сделал пример какой. Люди приходят сюда, видят только деньги, нагибают всех тех, кого регистрируют, делают большие платежи и машут рукой. К сожалению, в нашем бизнесе это есть. Это есть в любой структуре MLM, это есть и у нас. Но я вам рекомендую так не поступать. Через какое-то время ваша структура перестанет работать. Если вы не обучили людей делать то, что умеете сами. Не надо, кстати, идти на курсы MLP. Для этого, хотя вы можете их закончить для какой-то другой, скажем так, в своей деятельности. Не нужно идти на курсы гипноза. Не нужно идти, скажем так, и учиться на оракулу, у которого будет стоять хрустальный шар, и он будет видеть людей, к которым не можно обратиться. Они, конечно же, ему принесут деньги и так далее, и так далее. Будьте просто человеком и давайте информацию тем, кто вас окружает. Если вы считаете, что данная возможность для вас хороша, что она вам приносит пользу и технология приносит пользу другим. И здесь можно заработать. Кстати, то, что у нас можно зарабатывать деньги до момента выхода технологий на мировой транспортный рынок, это ценность высокая, потому что с работой проблем большое количество, причем не только в странах СНГ, но и в Европе, я так предполагаю. Если вот есть люди из европейских стран, пожалуйста, подтвердите мои слова. Легко ли сейчас найти работу, скажем, на которую ты будешь получать деньги, которые тебя будут удовлетворять? Так, будет считаться, как несколько вопросов, огромное спасибо, мне все нравится. Спасибо вам, Владислав. Личная консультация по начислению бонусов. Возможно, конечно, но просто, что за консультация, хотя вы его, если обрисуете, если партнер оплатил рассрочку в месяц, заплатил не за один месяц, а за два или три месяца, будет считаться, как одна проплата или несколько? Вот тут есть одна тонкость. Я, может быть, сейчас приоткрою какую-то завесу, не знаю, может, меня за это не погладят по голове, но, вы знаете, в любом деле есть минусы и плюсы. Опять же, конечно, нам выгодно, чтобы было большее количество партнеров, причем, чтобы они зарабатывали, чтобы большее количество инвестиций приходило к нам. Но вот этот бонус, о котором я вам сказал, там, где считается количество пакетов, купленных у вас в первом поколении, ну, хоть крамольный, все равно скажу. Если человек у вас оплачивает рассрочку, то вы знаете, у нас рассрочку можно оплатить сразу одним платежом, закрыть несколько месяцев, либо в течение, там, трех-пяти минут оплатить один пакет, второй пакет, третий пакет и так далее. Так вот, чтобы зарабатывать по бонусу, который у нас идет дополнительно один процент, два процента либо три, желательно для вас, не для компании. Для компании одним пакетом, соответственно, вы понимаете, да? Всегда есть противоречия между выплатами партнеру и компанией. Но если ваш партнер сделает, там, ему нужно пять платежей сделать, если он сделает пять платежей отдельных, по отдельно, там, по 25 долларов, по 50, там, по 100, не важно, то вот этот каждый платеж будет считаться отдельно, соответственно, вы получите право на дополнительный бонус. Если он все это купит одним платежом, у вас будет считаться один платеж. Людмила, я ответил на ваш вопрос. Прошу обратной связи. Поняли вы меня или нет? По поводу того, что вы мастер, в вашей структуре большое количество людей, непонятно, как начисляются бонусы. Ну, конечно, можно поговорить просто, но начисляться бонусы мастеру будут в соответствии вот с этой картиной. Но не больше, не меньше. Вот. То, что вы здесь видите. Есть еще одна тонкость, у нас была там с верификацией и так далее. Кстати, одно из преимуществ нашего маркетинг-плана, я думаю, большинство из вас его знает, фактически его можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть человек под вами что-то платит, и вам, в принципе, почти мгновенно начисляются денежные средства. Но единственное, у нас есть форма оплаты, когда люди зачисляют сначала, скажем так, денежные средства, в личный кабинет, благодаря платежным системам. Потом у нас идет подтверждение через какое-то количество дней. Вот банковские переводы, они не приходят прямо секунду в секунду, да. И после этого идет распределение уже, скажем, когда человек выбрал пакет и оплатил с основного счета, тогда вот идет распределение процентов по маркетингу. То есть физическая оплата пакета. Не с момента, скажем, когда вы деньги заводите в наш кошелек на основной счет, а именно после того, как люди купили пакеты и дали компании. Почему вы не получаете с мастера? Вот давайте я вам объясню. Я, правда, не знаю ваше имя. Сигун – это вообще система, скажем так, дыхательных упражнений не только. Смотрите, если вы мастер, соответственно, неважно в каком поколении у вас находится мастер. Сейчас я очищу это. Мастер вы. Давайте предположим, что у вас мастер вот тут. Ну, в каком? Ну, вот в этом поколении. Оно для вас четвертое. Соответственно, со структурой этого мастера, вот который здесь, вы будете получать до того уровня, который доступен вам. А вам доступно с этой структуры его личный товарооборот. И вот до этого уровня вы будете получать, то есть фактически шесть уровней его структуры – это то, что доступно вам, Сергей. Он может даже стать не только мастером, он будет экспертом. И все равно вот с этих вот уровней будете получать положенное вам вознаграждение. В соответствии с процентами, которые вы видите справа. Если он что-то купит сам, вы с него получите 4%. Если в его первом поколении кто-то что-то купит, вы получите 3%. Если в его поколении доступно вам, это у вас получается девятое, а у него шестое кто-то купит, вам 0,5% будет начислено. То есть вы ничего не теряете. Я говорю, что в большинстве партнерских программ, существующих в мире MLM, вы бы этого всего могли не заработать вообще. Либо гораздо меньше, либо там есть условия для того, чтобы получать, например, с этой ветки, если вас кто-то догнал либо обогнал, вам нужно выполнить боковой товарооборот во сколько-то раз больше и так далее. Я сейчас ответил на ваш вопрос, Сергей, или нет? Ну, не знаю, почему не получается. В принципе, кстати, у нас статистика сейчас дорабатывается. Там за каждый платеж, который происходит, вам, в принципе, пишут, что за платеж, какой процент вы получили. Маркетинг именно такой. Если даже будет мастер у вас, догнавший вас вот здесь, в девятом поколении от вас, вы пусть его товарооборота, если он лично что-то будет для себя покупать, а он будет покупать, потому что мастером можно стать, только купив на тысячу долларов. Да, вы можете расти, скажем так, параллельно, соответственно, вы, возможно, не со всей тысячи выберете. Потому что вы можете быть лидером, например, и у вас до шестого поколения. Но у кого-то структура выросла глубже, и там в девятом поколении, например, у вас появился человек, который примерно в той же квалификации, что и вы. Да, вам не будет доступен там седьмой, восьмой, девятый уровень. Процент еще, вот я еще одну вещь скажу. Вот это может быть касаемо верификации. Да, у нас ввели процедуру верификации. Вот, и когда люди покупают разовые платежи, чтобы вам шло начисление, эти люди должны быть верифицированы. По рассрочкам, извините. Не понял по поводу генеразовой оплаты двух пакетов с разными дисконтами. А, давайте объясню. Кстати, да, обещал же. Вот, я увидел, что накричал на опрос Сергея. Смотрите, я постараюсь сейчас поделиться экраном. И объясню данную ситуацию. По поводу неначисления вот этих вот процентов, я говорю, это еще может быть связано, Сергей, с верификацией. Коллеги, я надеюсь, что видно мой рабочий стол, да? Просто кто-нибудь плюсик поставьте. Я там помню, 4 человека ставили минусы, которые не владеют данной ситуацией. Видно. Итак, коллеги, это личный кабинет. Сейчас я сделаю его на русский язык. В последнее время много приходилось работать именно с иностранными языками, не понимая ее в большинстве своем. Итак, коллеги, у нас есть вот пакеты, которые мы можем приобрести. То есть, это вот перечень пакетов в рассрочку и так далее. Вот мы сейчас нажимаем все инвестиционные предложения. И у нас открывается картина. Вот он, стандартный прайсист. Эх, соскочил опять, елки-палки. Надоела эта картина. Сейчас попробуем вернуться обратно. Ладно. Сейчас войдем в мой личный кабинет. Вот мы зашли. Инвестировать. Итак, коллеги, видите, у нас есть пакеты стоимостью от 15 долларов и до 150 тысяч долларов. Дисконт вот тут считается. Когда мы выбираем какой-нибудь пакет, вот если я сейчас нажму, например, давайте пакет стоимостью 200 долларов. У него нет, лучше круглые цифры. Вот сто. Да? 50 тысяч. Точнее, 550 долларов. Я нажимаю справа кнопочку. Единичка. Спускаюсь вниз таблицы. Мне пишут дисконт. 100 и 55 тысяч долей компании. Нужно заплатить 550 долларов. Вот смотрите, что происходит дальше. У меня есть пакет за 100, а теперь я выбираю пакет, точнее за 550, выбираю пакет за 2 тысячи долларов. Я просто большими цифрами, чтобы круглые были. То же самое происходит с метким пакетом. Я нажал на плюсик. У меня дисконт 120. Правильно? Соответственно, дисконт 120, 240 тысяч долей компании. Просто цифру запомнили 240 тысяч. За 2 тысячи. Но у меня есть еще 550 долларов. Помните, мы сами с 550 обсуждали. Еще есть 550. Я еще параллельно оплачиваю тут же одним платежом пакет за 550. Смотрите, какая будет картина. У меня получается 306 тысяч акций. И дисконт 120. Пакет, который стоит 550 долларов и у него дисконт 100, пересчитывается в большую сторону. Потому что у нас сейчас было 116 и 31 900. Извините, 55 и 240 тысяч. Это получается сколько? 295 тысяч. Правильно? Если мы купим отдельно один пакет и отдельно второй. По таким дисконтам, который есть. А у нас здесь написано не 295, а 306 тысяч долей компании. Соответственно, меньший пакет был пересчитан по большему дисконту. Если мы дополнительно к этому еще добавим, например, пакет стоимостью 200 долларов, у него 85 дисконт и на выходе 17 тысяч. Получается, если мы отдельно покупали 295 плюс 17, получилось бы немного, 312. Но если я сейчас его добавлю сюда, то суммарно будет 330 тысяч долей компании за сумму 2750. Вот какой принцип есть. Если у вас есть деньги и, допустим, у вас денег хватает на один какой-то пакет и, грубо говоря, не хватает на такой же, чтобы в два раза больше купить. Вы можете выбрать пакет, на который хватает и у вас он будет считаться по большему дисконту, по максимальному дисконту. Понятно это объяснил или есть какие-то вопросы? Понятно. А вот из тех людей, которые ставили минусы, сейчас я спрошу. Александр, Галина, Валентина, Оксана. Галине понятно. Валентине, я думаю, тоже понятно, судя по тем буквам, которые я сейчас вижу. Поэтому знайте это правило и, в принципе, говорите своим партнерам, потому что это большой плюс, я считаю. Что касаемо моего партнера, вы знаете, мероприятия, которые, точнее, те люди, которые ведут мероприятия по вечерам, которые строят большие структуры, относятся к директорату, эксперты, топ-экспертов, они вечерние мероприятия проводят. Я сотрудник компании, поэтому, скажем так, какой-то активной деятельности по партнерской программе, ну, где-то это, наверное, оправдание, но с другой стороны, правда. Просто нет времени этим заниматься, получается. Нет восьми утра, уже едешь на работу и, скажем так, время 9, ты только вываливаешься дома. Есть одна из причин, не как оправдание воспринимателя, но те люди, которые занимаются построением партнерских структур, в большинстве своем, как правило, независимые люди. Есть те, кто где-то работает, да, и здесь как подработка и так далее, но, как бы, они располагают с собой во времени. Про себя пока не готов это сказать. Вот. Ну, и во время рабочего времени, когда нужно решать кучу вопросов касаемо информационной работы, чтобы у вас вовремя новости появлялись, там еще куча дел разных. Вот. Трудно строить что-то, чтобы развивать активную партнерскую структуру. Хотя есть какое-то количество людей, вы видели, купивших пакеты долей компании подо мной, там и так далее, там. Около, может быть, 150 человек, что ли. Есть какие-то еще вопросы, коллеги? То есть про изменение маркетинга понятно рассказали? Проценты увидели? С том бонусом ознакомились? То есть если вы человек, который планирует, скажем так, ну, амбициозный, планирует зарабатывать большие деньги, дойти до квалификации эксперт-топ-эксперт, то эти изменения, они касаются вас, конечно. Так, я пересчитал все начисления по маркетингу на сегодня. Должно быть 66,5 долларов, и на счету только 8. Сергей, вот мне очень сложно отвечать на такие вопросы, я просто не знаю, как вы считали, да? Что вы считали? Вот. Татьяна, вы знаете, я, если честно, очень любил MLM-бизнес. Вот я им занимался, им горел, и где-то, наверное, в душе этот огонь до конца не угас. Вот. Мне нравилось работать с людьми, мне нравилось проводить мероприятия, и когда-то они были на несколько тысяч человек. В одной из компаний в городе Харькове, когда я жил, скажем так, проводил большую-большую конференцию по открытию филиала этой компании в этом городе, в оперном театре, который там построили и так далее. Вот. Поэтому, если честно, я очень уважаю людей, занимаюсь и малым бизнесом, да? Потому что это люди, ну, с одной стороны, обычные, с другой стороны, принявшие большую ответственность на себя, да, в чем-то. Люди, которые чаще сталкиваются с какими-то отказами. Люди, которые, кстати, намного чаще улыбаются, чем те, которые работают где-то. Я просто не увидел ваш вопрос, Олег, да? То есть, насчет 2014 года вы написали, что, извиняюсь, я помню, в начале был вопрос, что вы не являетесь партнером SkyWayCamp. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Курино. Продолжение следует... Продолжение следует... Как я смогу использовать в адресном проекте? Просто дело в том, что в адресном проекте вы эти акции использовать не сможете. Вы просто совладелись технологией, и вам, если данный адресный проект или большое количество проектов будет приносить прибыль, на эти миллионы акций вам будут начисляться вознаграждения. Вот и все. Назовите это дивидендами. Почему ВЛК верификация проходит очень долго? Несколько раз повторяется ссылка заполнить анкету. Вы знаете, Жанна, ситуация какая? Если вы правильно заполнили анкету, то специалисты, которые находят у нас в отделе сертификации, они проверят эти анкетные данные. Если что-то не так, они вам ответят. Если, скажем, все в порядке, то вы пройдете эту верификацию. Каждый день, скажем так, сотнями проверяется проплаты, сертификаты и так далее. Поэтому, я думаю, очередь дойдет, если у вас не проверено еще. Давно у вас эта верификация не проходит? Потому что, смотрите, некоторые люди, скажем так, для того, чтобы верифицироваться, они считают, что по тем документам, которые они подгрузили когда-то к своему договору, должны проверить и так далее. Нет, я знаю просто, и есть такие, которые не хотят по-новой загружать свои документы, типа, я их уже загружал, поэтому я этого делать не буду. Я вам всем хочу сказать, пройдите верификацию, вот, да, с 22 марта. Жанна, 22.03, сегодня 17.03. Не может такого быть. То есть еще нам 5 дней жить до того момента, когда вы, скажем так, загрузили документы. А, с 22 февраля, напишите мне свою почту, здесь, которую вы указали в верификации, чтобы я мог ее сейчас скопировать и задать вопрос. Так, жду вашей почты, а сейчас проведусь еще вверх. Какие вопросы были? Справа, тепло, пенсионеры, не приглашенных. Так, за это я ответил. По поводу того, что написали, что рассрочка погашает столько помесячно, а не единоразово, можно единоразово, у нас можно выбрать 7 месяцев и одним платежом погасить, поэтому будьте внимательны в этом, да? Если вы хотите, чтобы у вас, как бы, так, у человека 10 месяцев рассрочка готова погасить в один день, и у вас есть вознаграждение, хотите получить вознаграждение не 15, а 17 процентов, соответственно, и он должен каждый пакет оплатить в одиннадцать. Я скопировал, Жанна, ваше сообщение, сейчас отправлю в группу «Занимаюсь сертификацией», и после вебинара пойду, подойду, объясню, да, что и как. Ну, а на следующем вебинаре, по всей видимости, это будет либо понедельник презентации, либо маркетинг-план во вторник в 18 часов. Надеюсь, что ответ на этот вопрос у меня будет. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Вроде бы, скажем так, все изменения, условия объяснил, постарался где-то показать, скажем, чего не надо делать, да, потому что действительно, стройте бизнес спокойно, не дергайте сами, не дергайте людей. Позвольте кому-то, может, кто-то дольше думает, да, почему-то хочет разобраться, кто-то меньше. Все мы люди, каждый по-разному двигается своим темпом. Важно понимать, что двигаясь своим темпом по нашему маркетинг-плану, вы постепенно будете продвигаться вверх. Сергей, вы можете поговорить со мной лично, только как мы это сделаем? Вот таким вот образом. Ну и, конечно же, следите, дисконт сейчас поменялся. Используйте наши ролики, которые есть, описание, скажем так, компании. Ну, не могу настоять, я всегда рад, когда у нас в комнате есть люди. Посещайте вебинары, приглашайте своих новичков, приглашайте тех, кто давно об этом перестал думать, да, приглашайте тех, кто ни разу на этом не был. Потому что, возможно, они задают какие-то вопросы, на которые, чтобы ответить, нам придется задуматься. Да, это, кстати, тоже радует. Поэтому приходите, появляйтесь. Вебинары, я вам опять же хочу сказать, любой вебинар, который проходит у нас в комнате, в принципе, он был запрограммирован для того, чтобы помочь вам. А, Сергей, это вы из Твери, да? Я так понимаю. Понял, понял. У нас когда-то была попытка, скажем так, разговора по поводу регионального представителя, но это было пару лет назад. Хорошо, Сергей? Есть, есть, у Сергея есть спонсор, я думаю, разберется. Я выйду на него в скайпе и поговорим. Хорошо, коллеги? Ну, на этом у меня, наверное, все. Сегодня поговорили, наверное, в маркетинг плане дольше, чем обычно. Ну, есть новшества, есть какие-то изменения. Еще раз хочу добавить от себя. Рад вас видеть на мероприятиях. Кстати, по средам вебинаров у нас не будет. Ввиду, скажем так, с аншлагом по средам. Мы просто отнимили в 17 часов вебинар. Вот. Всем хороших выходных. Всем здоровья, любви и денег. Успехов в бизнесе. Вот. Классных. Каждый день все более радующихся партнеров. Да. Больших международных структур. Ну, и чтобы все в вашей жизни спорилось и ладилось так, как вы себе это выбираете. И чтобы у ваших родных и близких тоже все было хорошо. Давайте двигаться вместе. Летать вместе с орлами, да. И добиваться результата, добиваться успеха. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...